Репозиторий – это одна из основных сущностей в работе с Git. В общем представлении – это хранилище данных. Термин «репозиторий» используется не только в работе с Git, он используется еще и в других сферах разработки, например, в сфере работы пакетных менеджеров для разных операционных систем. Если вы начнете пользоваться операционной системой Ubuntu, с самого первого дня вы будете использовать пакетный менеджер под названием «Апт», который также использует репозиторий в своей работе. Мы же в этом уроке будем говорить о репозиториях только в контексте Git. Что такое репозиторий? Репозиторий – это хранилище данных, в котором хранится программный код и все сущности, которые требуются для компиляции и сборки проекта. В нашей работе мы будем использовать один локальный репозиторий и один удаленный репозиторий. Локальный репозиторий – это тот, который находится на вашем компьютере. Удаленный репозиторий – тот, который находится на хостинге для разработки ПО. В нашем случае таким хостингом будет GitLab. Также существуют ситуации, когда разработчики используют один локальный репозиторий и много удаленных репозиториев. Но в нашем случае будет только один локальный и один удаленный. Принцип работы с репозиториями такой. Вы делаете изменения в своем локальном репозитории и потом отправляете их на удаленный репозиторий. Зачем же нужен удаленный репозиторий? Он выполняет две роли. Первая роль – роль дополнительного хранилища. IT-специалист должен быть уверен в том, что изменения, которые он внес в проект, не пропадут в случае, если у него сломается компьютер или он решит сменить рабочую машину. Для этого и нужно дополнительное хранилище. Вторая роль – доступ для членов вашей команды. IT-специалисты, которые работают с вами, могут забирать ваши обновления из удаленного репозитория. А также они могут делать свои обновления в свои локальные репозитории и отправлять их в удаленный репозиторий, откуда вы можете забирать обновления от своих коллег. Получается то, что в работе с репозиториями вы как отправляете свои обновления, так и очень часто забираете обновления от ваших коллег. Это гарантирует то, что все репозитории у всех членов команды будут одинаковыми. Итак, давайте приступим к созданию репозитория. Заходим на GitLab по адресу, что вы видите на экране. Вводим логин и пароль, который вы получили для работы с GitLab. Попадая на главный экран, вы можете создать репозиторий так, как вы видите на экране. Вводим название репозитория и другие данные. Поздравляем, вы только что создали удаленный репозиторий. Обратите внимание, что вам нужно запомнить вот эту строку. Это адрес удаленного репозитория. Он пригодится нам в будущем. Можете записать его или просто не закрывать эту вкладку браузера. Теперь давайте создадим локальный репозиторий. Это мы можем сделать с помощью успешно установленной программы Git. В случае с Git, локальный репозиторий – это прежде всего папка на вашем компьютере. Поэтому сперва мы создаем папку в системе. В Linux это делается с помощью команды mkdir, сокращенно от make directory, что с английского переводится как «создать папку». mkdir и несколько других команд, которые мы будем сегодня использовать, это не команды Git, это команды операционной системы Linux. Нужно помнить, что все команды, которые мы вводим, даже если на первый взгляд по их названию непонятно, что они значат, это очень часто сокращение от некой фразы в английском языке. Вводим команду mkdir, пробел, название нашей папки, которая станет репозиторием. В идеале название папки должно совпадать с названием репозитория, которую вы создали удаленно, хотя это необязательное условие. Далее мы должны зайти внутрь этой папки. Для этого используем команду cd, сокращенно change directory, переводится с английского «как изменить директорию». Технически мы говорим терминалу о том, что хотим поменять директорию, в которой сейчас будем работать. Практически мы просто заходим в только что созданную папку. Теперь мы находимся в папке. Давайте проверим, что в папке в данный момент точно ничего нет. Для этого используется команда ls, сокращенно list от английского, что переводится как список. Эта команда выводит список файлов в текущей папке. Добавим к ней flag –a, чтобы она нам показала все файлы, в том числе и скрытые. Надо сделать так, чтобы git считал ее репозиторием. Для этого вводим специальную команду git init, где git – это обращение к программе git, а init – это сокращение от слова initialize, что переводится с английского «как инициализировать». По смыслу это действие превращает эту папку в git репозиторий. Теперь давайте вновь посмотрим, какие файлы есть в папке, которая теперь репозиторий. Вводим ls-a и видим, что в нашей папке появилась подпапка – .git. В этой папке лежат разные файлы. Мы поговорим о них в других уроках. Самое главное, что нужно помнить – мы не советуем менять эти файлы самостоятельно или удалять эту папку, если вы не знаете, за что отвечают файлы, что там находятся. Поздравляем! У вас есть локальный репозиторий. Теперь нам нужно организовать связь между удаленным и локальным репозиториями. Для этого используем следующую команду. Давайте разберем структуру этой команды. git – мы обращаемся к программе git. remote – это уточнение, что мы сейчас будем работать со связями с удаленными репозиториями. Origin – это название удаленного репозитория. Вы можете указать любое другое название вместо origin, например, gitlab repo. Но origin считается стандартным названием для главного репозитория. Если вам нужно работать с другими удаленными репозиториями, вы просто связываете эти репозитории с помощью этой команды, заменяя origin на любое другое название. Следующая часть команды – это адрес удаленного репозитория. Его вы можете получить из интерфейса gitlab. Мы предупреждали вас, что он вам пригодится. Поздравляем! Вы связали два репозитория. Теперь пришло время загрузить обновление в удаленный репозиторий. Для этого давайте создадим текстовый файл и добавим в него слово slurm. Файл создан. Теперь вы можете с помощью этих команд сохранить изменения и отправить их в репозиторий. Эти команды мы рассмотрим позже в этом курсе. Обратите внимание, на странице удаленного репозитория после обновления появился ваш файл. Как именно сохранять свои изменения и отправлять их в удаленный репозиторий, мы рассмотрим в следующих уроках. Продолжение следует...